Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Игорь Шацкий, это спикер нашей деловой сессии, представитель компании OK. Здравствуйте! Добрый день, Сергей! Давайте немножко о сессии. Какая была интересная тема? У нас была целая сессия, посвященная модернизации логистических процессов, как в текущих реалиях ритейлу, рынку FMCG, реагировать на изменения спроса, на изменения цен, на новых поставщиков и как нам со всем этим выживать. Хорошие вопросы. Давайте, может быть, тезисно немножко пробежимся. Давайте. В первую очередь мы обсудили очень интересную тему, касаемую импортозамещения наших технологий. Выступила компания Яндекс с маршрутизацией. Это было действительно интересно, потому что компания отличается индивидуальным подходом к реализации большинства решений, как мы знаем. Мы с вами, наверное, все пользуемся Яндексом. И, в частности, в плане маршрутизации компания Яндекс отличается тем, что они не используют средний километраж, среднюю скорость движения транспортного средства, а реальную ситуацию на дорогах. И это было действительно здорово. Во вторую тему мы обсудили, я выступал как раз от лица компании ОК, по тому, как удешевить путем автоматизации, систематизации механизации процессы на складе, сделать их доступными. А самое главное, чтобы в период высокой волатильности товарного потока нам обеспечивать и минимальный, и максимальный поток в минимальное количество времени обработки товара. Интересно. По поводу машинизации. Я так понимаю, механизация как таковая, получается, она, наверное, трудозатратна, и ресурсозатратна в какой-то перспективе ближайшей, но при этом принесет свои плоды, конечно же, в будущем. Абсолютно верно. Это решение, которое стоит принимать в рамках сформировавшихся бизнес-процессов, в тот период времени, когда вы действительно уже с точки зрения административного ресурса иссякли и готовы просто поддерживать максимально качественную работу склада. В этот момент стоит задуматься об автоматизации процессов и найти лучшее решение, которое позволит вам действительно совершить, наверное, последний такой крайний скачок на сегодняшний день для того, чтобы повысить продуктивность вашего склада. По поводу логистики очень многие спикеры говорили, что это наши главные бойцы, наши главные герои, которые ответили на вызовы, которые мы получили в ближайшие месяцы. Скажите, насколько все хорошо и насколько ваши коллеги во время сессии отзывались о работе своих коллег? Все ли вызовы были приняты и все ли отработаны? Действительно, наступила некая такая эра логистики. В первую очередь, конечно, нас подтолкнул e-commerce, потому что мы с вами настолько стали зависимы от доставки. Нам сначала нужен был день, потом нам нужно было 3 часа окно. Сегодня мы недовольны, если происходит замещение 15 минут путем доставки, хотя это сложнейший процесс. Но логисты эти все вызовы приняли, смогли сформировать свои процессы и обеспечить действительно тот, наверное, лучший сервис на рынке не только России, а включая все зарубежные страны. Вы действительно мало где найдете, кроме самых технологических стран, подобное решение, как в России. И мы живем в век высоких технологий в рынках ритейла и FMCG. И не будем забывать, что идут в соцсетях такие интересные ролики, когда милый робот уже везет все это дело без участия человека. Это тоже замечательно. Спасибо 21 век, что мы этого дождались. Давайте, может быть, от вас какие-то напутственные слова всем игрокам рынка в наших реалиях. Конечно. В первую очередь хочется сказать, что для любого логиста подобные изменения на рынке – это новые возможности продолжать развитие профессиональных навыков каждого участника, помогая своим компаниям стабилизировать тот информационный и реальный поток товаров, которые присущи вашей компании или, наоборот, период экспонационального роста такого, который нужно просто поддержать и не дать компании получить пониженный сервис. Поэтому сегодня хочется сказать, что, коллеги, не стройте велосипед, приходите на подобные конференции, слушайте тех спикеров, которые готовы делиться своими навыками, своими проектами, которые они разрабатывали долгое-долгое количество времени. И после этого принимайте, модернизируйте, внедряйте у себя, получайте потрясающий эффект. Лучше не скажешь. Спасибо большое. Вам спасибо большое, Сергей.